Всех-всех приветствую на моем канале Сан Сибири режиссер. Меня зовут Ольга. Новый день, новое видео. 2 августа. 2 августа, Ильин день. Купаться уже нельзя. И день рождения моего папы. Было бы. Мы с Гритой на прогулке. Кто занимает место себе в жизни, когда готовит, а я, когда гуляю. Оно веселее, оно идешь разговариваешь. Говорят, тяжело разговаривать там, когда людей не видишь. Но я как-то не обращаю внимания, что я напротив никого не вижу, что я вижу одни пейзажи. Разговариваю. Все свое выкладываю. Но не все, конечно. Ля-ля-та поля, как говорится. Ветер сильный уносит, не ветер. Будет шуршать, наверное, в телефоне. Ружать. Шум от деревьев. Это не важно. Мало кто смотрит. Конечно, ничего поучительного, ничего познавательного. Так. О жизни, философии, мысли. О чем-то, о чем-то, о своем. Территория бывшего, бывшего военной части. Поселок Таежный. При городе Комсомольск-на-Амуре. Рядом птичник в ту сторону. Сейчас пройдем немножко дальше. Люди травы заготавливают. Святое дело. Тысяча листников моря. Пожалуйста. Для печени. Говорят, очень даже хорошо. Тысяча листников. Покупаем сушеный в аптеке. Ой, какие пороги ветра. Никогда. Кому надо. Заваривают, пьют. А тут вот, пожалуйста. Забирай. И клевер от давления. И тысяча листников. Для печени желчного. Пожалуйста, не ленись. Ну, мы ж ленивые. А Иван-чай. Все говорят, что такой пахучий. Такой пахучий. А я как-то не слышала от него аромата. Не знаю, когда-то. Ну, ферментировать его хотя бы. Может, он ферментированный. И в чай, и потом вкусный. Ну, вот, чтобы пустом. Когда вот. Ой, она не гуляла. Она бегаться не может. Ну, чтобы вот вкус такой прямо вот. Отцветает. Я никогда не слышала аромата. Не знаю. Чем он не пахнет. Отцветает. Папоротник. Такие красивые. Листья у него вообще. Вообще. Получая ягода. Ветер. Сильный ветер. Такие маленькие. Как мох. Но такие красивенькие вблизи. Толятенькая. Такая желтенькая. Незрачная вроде, казалось бы. А разглядеть их. Красавцы. Вороны эти. И утром кричат. Небо такое смурное. 18 градусов всего лишь у нас. Ветер сильный. Ну, видно, что деревья шумят. Ничего я сегодня утром такого не посмотрела. Книгу, аудиокнигу дослушала, которую ночью не дослушала. А на 10 минутах уснула. Я рулет вчера пекла бисквитный на сливках. Ну, крем на сливках. И мы поужинали с Наташей. Картошечку с огурчиками. Я огурчика четыре штучки сорвала. Ничего не сняла. Ничего не сняла. Вчера, может, снять бы рулетик, хотя бы показать. Ну, там кусок остался. Сейчас приду, покажу. И я еще после ужина, перед тем, как спать, где-то в 12-м часу, еще два кусочка съела рулетиком. Вот его вкусно. Во-первых, не очень сладкий на сливках. И поэтому я ничего не слышала, ни аудиокнигу, ничего. Быстро уснула. Быстренько, быстренько. Когда сытый желудок засыпаешь, красота. Без всяких яких. Гусениц не видно, слава богу. Наверное, отошло их. Существование, наверное, закончилось. А у него книга вообще написана, прочитана. Очень хорошо мужчина читал. Сегодня утром дослушал его. Да, все это из жизни, что там говорить. Ну, совсем смыкаются. Маленькие были. В прошлом году так большое такое расстояние было. А сейчас смыкаются. Видите? Скоро не будет, будем вокруг ходить. Протоптали. Сколько тут гусениц бедных было. Сколько я их поскидывала. Слава богу, не видно сейчас. Видно, закончилась их жизнь. Период. Сезон пожирания листьев. Люди-то пожирают друг друга. Чего уж говорить. Послушаешь. И не надо, как говорится, на соседа смотреть. Не надо свое вспоминать. В аудиокнигах все описано. Люди же жили и живут. У всех проблем, у всех жизнь. Раскрашена всеми цветами радуги. Раскрашена всеми цветами радуги. Что-то ойкаю. Что я ойкаю? Самое страшное, когда родители встревают в жизнь детей. Потом дети обижаются, ломают жизнь. Начинают все сначала. Это, конечно, печально. И в основном это делают люди. Вот эти богачи. У которых свой бизнес, свой банк. Им хочется, чтобы их ребенок продолжил их дело. А что он будет счастлив или нет, это их не касается. Как так можно? Деньги дороже всего. О, полетел. Дороже всего денежки. Деньги это зло. Моя подруга говорила, и без денег зло берет. И вот сегодня прослушала. Действительно, разрушили жизнь сына. А он потом все равно ее встретил. Через 10 лет. Он не смог уже жить с той женщиной, которую ему презентовали. Которая по статусу, как они представляли, ему подходит. Не та, у которой мама продавцом, и отец таксист. А та, у которой отец банкир. Вот два банкира. Им как-то и лучше. А детям-то, а детям-то не лучше. Но им пофигу. Им главное лучше. И в материальном, и в моральном. И окружение восхищаются. Делки-палки, а? Ну как это так? И вот все равно через 10 лет судьба их слила. У этой девочки муж побит, двое детей. Ведь судьба так, видите, вот и сводит. А он с этой вот предпринимательницей, дочкой банкира, которой сеть магазинов, не смог жить. Не смог. Нет, приходится все рвать и начинать все сначала. Дочь у них такая непослушная. А свела судьба интересно. Ну, интересного мало, конечно. Тут плакать хочется. У этой женщины муж погибает. И она была когда-то актрисой начинающей. Ну, как рождаются дети, как у них появился свой дом, так муж решил, что свой дом хорошо. А ей бы не хотелось, конечно, ни огорода, ни сада, ни животных. Ну, актриса, сами понимаете. Но она пошла на уступки мужа. Села дома. Как вочка с детьми. Они с готовкой, стиркой, уборкой. И так проходят 10 лет, а муж погибает. Но оставляет много долгов. И вот она и продает и машину, и дом, и все, что есть, чтобы рассчитаться долгами. А работать-то негде. Она уже никакая не актриса. Кто ее возьмет через 10 лет? Потеряла уже все. навык. И вот она нанялась предпринимателю в дом прислугой. Ну, убирать. Сейчас, говорят, это помощница по дому. И оказался, это этот школьный ее. Школьная любовь. Но она его узнала. Не сразу, но пригляделась и знала. А он ее не сразу. У нее линзы были другие. Волосы уже другого цвета. Ну и плюс или 40 лет, или 17 лет. Разница есть. Даже через 20 лет мы через 10 и не встретились. Вот. Через сколько. А у него такая дочь. Как говорится, бунтующая. Всех, кто приходил, помощники по дому, она их всех выживала. Со света сживала. И перец подсыпывала. И сумочки их не прятала. Ну, что там только не творила. Перечислять уже не буду. Ну, вот. Сейчас вот эта пришла. И он, когда стал знакомиться, она называлась почему-то Людой вместо Лиды. Просто даже не знает, почему. Ну, вот так вот сработал инстинкт самосохранения. Работать-то надо. Он хорошо платил. Но в итоге все равно они... Он говорит, я приглядывался, приглядывался. Вроде похожие. Вроде... Я сразу тебя узнала. Но жена заревновала. Она смотрит. И, видишь, так шустро. И женщины чувствуют все. Ну, у них ничего нет. Просто они узнали друг друга, повспоминали. Но все равно видно же. По взглядам, по отношению. И жена говорит, не пойдешь к ней. Там она ногу сломала, упала. Но она от них ушла. Когда жена стала ревновать, она ушла. И тут идет в магазин, упала там куда-то с лестницы прямо зимой в декабре перед дом годом. Сыну звонит. А сын отключил телефон. Пошел в театр договариваться, чтобы ее взяли. Но отступлю еще. Она когда поступила, с этой девочкой, с его дочерью, она нашла общий язык. Та ей тоже много подлянки делала, но она не реагировала. Все исправляла. А потом помогла ей по математике. И еще и сына своего подвязала, что сын ей там поможет. Сын пришел. Вот сын подружился с этой вот девочкой, дочкой этого мужчины. Но жена подает на развод. Говорит, ты не пойдешь. Она звонит когда ногу сломала всем, а никто не отвечает. И она набрала вот этого друга школьного, бывшего. И он, когда засобирался, вызвал скорую и сам выезжает. Жена сказала, ты поедешь, я с тобой разведусь. Он говорит, разводись. Она говорит, я тебе все заберу. И он все уступил. Только одно условие было, чтобы с дочерью он общался. Ну, судья ушел, припошел ему на уступки и сохранил ему общение с дочерью. А дочь тут сдружилась хорошо с сыном этой женщины, Лидой-то. Они прямо как брат и сестра так сдружились. И дочь немножечко за ум взялась. Но она будет взрослеть, конечно. Да и оценила, какое отношение было этой гувернянтке, этой уборщице к ней по сравнению с тем, кто были до этого. Вот. Видите, как? И они сошлись. Вот я сегодня завтракала и слушала. Лучше, чем сидеть, слушать, как жарится сковорода, шипит. Есть час сковорода, шипит. Ну, блогерша, девочки, девочки, ха-ха-ха, девочки, девочки, я езжу лук. Девочки, девочки, сейчас я буду делать мясо. Сковородка шипит, поворачивается попой ко всем. Ну, тоже время проводит. Но это же не так, как вот книгу слушаешь, как повыставание хотя бы. Мне кажется, вот надо тем, кто готовит, ну, телефон ставить действительно, чтобы, ну, одинокие мы все. чтобы, как, общение какое-то, и она знает, что ее смотрят, подписчиков много, общаются, ждут ее. Ну, какие-то, конечно, не напридумываешь за столько лет, допустим, много о чем рассказать, чтобы захватить слушателя. ну, у нас такой контингент, домашние женщины сидят, смотрят, они рады обычному человеку, который простой, обычный, ну, как, мы все обычные, который может изогнуть что-то, понимаете, смотрим там и видите, все такие, что нам не до самообразования, нам посмотреть на человека такого, как мы сами, и успокоиться, что не мы не одни такие, что вон сидит женщина точно такая, как я. Значит, все нормально, не надо ничему учиться, не надо стесняться, вон сидит точно такая, как я, к примеру. Вот и все. Таких много у компьютеров, и мы веселим их своими, ля-ля-та-паля. Ну, я, конечно, не в том числе, меня совсем никто не хочет смотреть. Тоже не рассказываю ничего интересного, только то, что посмотрела, то, что поела, то, что сделала, я и то, сейчас готовку не стала показывать. Мне кажется, это, если бы профессионально, знаете, как вот показывают кулинары, ну да, а так вот бытовое вот это вот как-то мне немножко поднадоело. Я делала рыбу, жарила, там что-то, тортик пекла, жужжала этим миксером, делала. Ну, все, ну, приходит конец, всему свое время. я пока сейчас больше воду для себя эгоистка, для себя делаю, мне интересно, так и я, так и делаю. Успокаиваю тем, что все равно никто не смотрит, а я выговорилась. Видите, как оно вылетели. Летали, летали, наверное, напились уже нектара. И вон еще одна какая-то прилетела. Ой, такой ветер, как они на цветочке сидят. Видите, как мотает цветок. Они сидят, сцепятся лапками. Грета потеряла. Грета, наверное, купаться полетела. Ну, пока я стояла, наверное, Грета уже купается. На развилочку пришли трех дорог. Три, а вот и четвертая. Все. Вот клеевая расколька. А василько, как я раз увидела здесь васильки, ну, какие-никакие, они, наверное, разновидностей-то много, покажу потом. Думала, что за куст? Это, наверное, боярка. Боярошник. Маленький кустик, но ягодка видать. Я весной шла, она зеленая была. Вот такой кустик. Ну, видно, животные питаются. Потому что, смотрю, кисточки неполные. это боярка. Еще вон кустик. Еще один кустик. Вот васильки. вот васильки. Светлое поле. я упала. Все-таки Грета подбежала, и я за ее ошейничек. иди сюда, иди сюда, Грета. Поднимаюсь. Она подбежала, и я за ошейник за ее. А то тут прямо в ямку вот в эту попала я. подняться не могу, кувыркаюсь на попе. Подозвала ее. Она подбежала, вокруг меня бегает. Я за ошейник за ее. Иди сюда, Грета. Иди ко мне. Иди, мой. Вот, за ошейничек держишься и встаешь. Да, моя? Ну, она не такая, ну, она подходит ближе, ближе. Сейчас, Грета, я уже встану. Давай, беги я уже. А тут вот за деревяшку обопрусь. Ой, а там углубление, и я в это углубление попала вот сюда ногой. Ой, опять бы не. А тут ниже. У меня попа внизу. Ой, Грета подбегает. Пошли, Грета, там не надо, там проволока. Пошли, мой. Спасибо тебе, маленькая. Она подбегает. Я за шейника. Она же легенькая. Я ее чуть не завалила. Ой, мы залезли. И васильки дедные растрепались все. Шла смотреть вот эту рябинку. Под ноги-то не смотрю. Вот рябина. Она еще не созрела. Еще такая бледная. Вот. Сколько раз, думаю, когда-нибудь я точно в яму. Так и есть. Ой, вот тут валялась. Грета Касазов отбегает. Молодец. Понимает. Ой, хорошо, телефон был в кармане. Никуда не укатился. Ой, вот. Видите, как оно бывает. Акшел, говорит, ты не пропадешь. На зиму один раз меня так вытащила. Я провалилась и присела на снег. Не могу ногу вытащить. Кричу, Грета, Грета, еще в прошлом году. Она подбежала, я за ошейничек. Чуть-чуть хотя бы схватиться. А стоит, ждет. Ой, проволока. Елки, кругом эта проволока. Ну да, здесь же часть была, все было огорожено, все запрещено было ходить. Так что, если что, вытащит меня Грета. Хорошо, что тут мягенькая трава, не с телефоном ничего не случилось. А я упала прямо на карман с телефоном. В губление попала ногой. И все. А я и так-то голова подкруживается. Если быстро головой мотану, то голова кружится. Где-то в небе журчит самолет. Наши сушки новая модификация показывали, рассказывали. Сум 75 или 50 с чем-то. Неважно. 57 или 75 новая разработали. Пассажирские вроде бы я поняла. Не слышно. Не видно. Слышно, но не видно. Небо неясное. так что животные, конечно, выручают людей. Люди не всегда относятся так, как животные к ним. иногда это им вредит. В цирке даже вообще показывали, раскрику я слушала. женщина, укропительница бенгальского тигренка, привезла. все сделали как надо. Вроде бы скачет он и слушается. Воспитала она его все. Сделала номер такой, который прославился. Они везде в афишах висели. В общем, она хотела с ним прославиться. Такая цель была. прославилась. Сделали они себе этот номер. Долго она его диссировала. И в одном из представлений он что-то зартачился. Тигренок. Ну, уже в тигр вырос. И она давала их листать его клеткой. И он ее покалечил. Он накинулся на нее. Так нельзя. Осталась она инвалидом. А номер этот, который она столько пыталась сделать, хотела, так и забылся. Мораль такова. Не только о себе надо думать. Иногда смотришь, люди точно так же ведут на поводке собак. Дергают, кричат. Ну, это ненормальный пьющий, я так думаю. вот которая девочка здесь с мужем водит семь собак. Одна из них им попала так. Они ехали по дороге, а через переход дороги шел мужчина и тащил собачку волоком. Она лежала, он ее тащил прям по асфальту лежачую. и вот муж вышел из машины и начал говорить ему ты почему так давай не нужна давай мне ее. А он давай торговаться или не купи или что. Мужина говорит я сейчас вызову полицию и пусть разберутся прав ты или нет если я не прав пусть меня накажут. И он отдал собачку. Вот сейчас пират Мирон этот Мирон сейчас у них такой почерявый такой знаете большая собачка лохматая с разными глазами я вам несколько раз показывала вот теперь живет у хороших людей людям и зубы чистят и купают и выгуливают два раза в день ой ужас такой труд вот так вот любит собака что сделаешь но мы уже подходим думала что же покажу вам рулет свой Владюха утром приезжал с Наташей Наташей его привозила омлетику я ему сделала и рулетик отдала и вчера Наташу огурчиками угостили и я 4 штучки приняла с огорода покажу вам вчера так и не показала ой что-то я это где по хвастаться я забываю и сейчас покажу там оставила я два Владюшки два нам оставила хорошо что луку вчера надергала да укроп у меня был отдала пусть сделает салат сейчас пришли домой с прогулки обещала показать рулет это уже одна треть части рулета бисквитный рулет со сливками крем луку маленько выдавила чтобы маленько с кислиночкой было вот так как-то одна треть сладюшки отрезала столько же вчера я много села Наташа только кусочек маленький попробовала ничего не сказал сейчас приезжала сладюшкой маленько чаю попила и повезла его домой вкусный очень можно еще сделать можно вареньем промазать можно любое крем любой можно заварной можно вареное молоко можно просто ягоду вот с таким вот кремом сливки взбиваются вместе с сыром сыр такой знаете мягкий дорогой дорогой собака взбиваешь и пудра сахарная все 5 минут и крем готов крем хороший плотный получается можно даже было украшать но я поленилась что там мешочек мазать потом насадку эту вот крем очень как масло намазать можно вкусный мне понравился мягкий такой сочный не пропитывала нет вот немножко побыл и уже на нож цепляется того он такой воздушный пока воткнула так васильки я же падала я их все поранила потом уберу время будет хотела вот это убрать сюда поставила старый пока но буду убирать сейчас пока некогда сейчас Наташа может на обед придет а вот время уже сколько мы без пятнадцати час пришли домой а ушли в одиннадцати ветерок хороший солнце не парит а у нас градусник упал градусник упал вчера такой ветрюга был страшный штормовый ну вот и все пока пока будьте счастливы будьте здоровы берегите себя и своих родных берегите нервы пока пока субтитры